Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой. И сегодня мы будем тестировать активированную маску из угля. Или маску из активированного угля. Я в инстаграме уже надоело мне натыкаться просто на эту маску, которая стоит 1000 рублей. В принципе, можно было попробовать. Но когда я зашла в интернет, на ютуб, чтобы узнать результаты этой маски, да, обзорщики какие-то, то наткнулась, что эту маску, в принципе, можно сделать самой. И у всех такой эффект вау, ох, вот это себе невероятно. Я купила активированный уголь, желатин и многое другое. Сейчас покажу, как я сделала эту масочку из активированного угля. Я взяла уголь, активированный 2 таблеточки, насыпала туда 2 чайные ложечки желатина на 2 таблетки и добавила 4 чайные ложки молока. Поставила на 10 секунд это всё в микроволновочку. Вот у нас стала хорошая такая вот чёрная смесь, такая тёмно-серая. И теперь мы будем её использовать. Для начала, чтобы её использовать, нам нужно очистить наше лицо. Вот она у нас полностью очищена. Я очищала её майтай специальной пеночкой. В общем, неважно, вы очищаете её, как вы можете, хорошим каким-то средством, да, глаза только я не смывала. И дальше мы протрём с вами ещё тоником или мицеллярной водичкой, для того, чтобы полностью всё смыть. Итак, наше личико готово, оно полностью смытое. Теперь мы возьмём вот такое полотенчико и опустим его в горячую воду, для того, чтобы немножечко распарить лицо, для того, чтобы наши поры открылись. И мы поприкладываем это горячее полотенчико на лицо. Лучше всего это делать на те места, где вы собираетесь делать. В основном это носик, подбородок и лобик. Но я буду делать на всё лицо. Итак, я распарила наше личико горячим полотенчиком. И теперь я буду наносить нашу масочку. И теперь я буду наносить нашу масочку. Итак, я намазала нашу масочку. Она получилась вот такая вот чёрненькая на всё. Я намазала достаточно толстым слоем, можно сказать так, 2 в 3 раза, для того, чтобы она снималась, потому что она должна будет минут через 20 застыть и сниматься, и не рваться. Поэтому я более толстым таким слоем. Итак, ждём 20 минут, я так думаю. Сколько пройдёт, я вам скажу. Итак, дорогие мои, масочка наша застыла. С моим слоем толстым-то юбочки в 3 слоя прошло минут 40, чтобы всё засохло. Но я видела, что девочки делают меньше слой, и сохнет это минут 20. Теперь мы с вами снизу будем её потихонечку отдирать. Итак, я сняла эту маску. Вообще, что я могу сказать? Это очень болезненные ощущения. Я не думаю, что второй раз я захочу сделать такую маску с натуральными компонентами. Очень больно, особенно где на коже лица есть волосы. Немного прям вообще волосы. Обходите, кто захочет это попробовать. Потому что это так больно. Это примерно как будто вы воск сдираете, делая эпиляцию. Ужасно. Вот у меня сейчас лёгкое покраснение. Нам нужно чем-нибудь намазать, для того, чтобы успокоить всё. Я намажу это кокосовым маслом. Но многие делают ещё из яичного желтка просто масочку такую, которую распокаивают. Что касается выведения всяких шлаков. Вы знаете, действительно, я вижу намазки. Но вы, наверное, вряд ли увидите. Я вам покажу. У меня нет такой макросъёмки. Прям вот. Вот это то, что было на носике. То есть в основном это на носу. И есть немного на подбородке. Наверное, эту процедуру, может быть, стоит делать тогда не на всё лицо. Я просто хотела попробовать всё лицо и посмотреть, что где выйдет. Оказалось, что носик и подбородок, да, вот это, наверное, те значимые места. Если у кого-то лоб, конечно, у меня просто лоб. Ага. Вот здесь, на вот этой части ещё есть. Вот она. Видите вы или нет? Белой штучки. Вот, сейчас мне надо увлажнить кожу, потому что это очень-очень-очень больно. Прям я не знаю, девочки, как вы будете это делать. И почему никто не плакал и не кричал. Хотя, вы знаете, что есть в интернете ещё делают то же самое, только с клеем ПВА. То есть, просто клей ПВА разводят с активированным углём и намазывают. И там девчонки прям кричали. Прям ай-ой-ай, как это больно и вся фигня. Я не стала рисковать с ПВА, экспериментировать, потому что всё-таки клей на лицо как-то страшно. Я решила с желатином. Но думала, будет с ним помягче. Но вообще, оказалось, что с ним никто не плакал. Но вот у меня, видите, какая реакция, покраснение. Я думаю, что она пройдёт. Просто это покраснение именно всё время, во время маски было хорошо. Именно эти покраснения, от того, что вот сдиралось всё это, да, и это было достаточно больно, как следует, прилипло всё это дело. Вообще, я считаю, что на самом деле много масок каких-то наверняка уже сделали наши профессионалы, которые работают над этим годами. И я согласна с одним из очень известных блогерам, который ведёт про красоту. Очень она уже знаменитая в интернете. Она рассказывала, говорит, зачем эти народные средства? Все испробуют люди научные. Они вот всё делают для нас, чтобы нам было проще и легче. Что они зря делают свою работу. В общем, зачем еду накладывать на лицо там или на волосы? Ну, я вроде бы не еду, хотя отчасти еду накладывала. Ну, в общем, по ощущениям носик прям гладенький, прям гладенький, гладенький. Прям вообще гладенький. Вот здесь всё гладенько. Подбородочек весь гладенький. Ну, лицо гладкое, я ничего не могу сказать, да? То есть было оно не такое гладкое, как сейчас. Возможно, я использую эту процедуру, потому что мне реально понравилось, что вытягиваются какие-то штучки. Но локально, вот буквально на вот это и на вот это. Этот момент я вытерплю. Что касается маски на всё лицо, это, конечно, жесть. Вот. Итак, дорогие мои, кому понравилось видео, было интересно, может быть, узнали в первый раз, ставьте лайки, и кто собирается попробовать. А кто попробует, пишите в комментарии, как вам это было, какие ощущения, что и как. И я хочу, чтобы вы были красивы и здоровы. Надеюсь, покраснение скорее сойдёт, это с меня. И я снова буду красивой. С вами была Селена Свей. Была рада поделиться с вами вот такой вот масочкой. Пока-пока, увидимся в следующем видео. Подписывайся.